Привет, я пытался найти мод, который усложнит тебе жизнь. Я нашел его, он усложняет жизнь 10 тысяч раз, и на 5 уровне уже выходит гигантюа, но мне это не подходит, поэтому я решил пройти ПВЗ с челленджем. Можно убивать зомби только растениями для моментального убийства. Вот растение исключение, но я начинаю. Итак, мы получили вишню, но у нас проявилась проблема. Проходить чисто этот уровень только в вишне будет невозможно, поэтому есть правило, на этом уровне и на следующем можно использовать только один горохострел. А теперь перейдем к обычному описанию каждого уровня. На третьем левеле у меня уже начались проблемы. Не успел взорвать первого зомби, уже идет второй, а вишня до сих пор не перезарядилась. Так еще этот третий мудак вышел, которому мне придется разбираться горохострелом. Ура, я уже прожил половину уровня. Так, вас, ба-бах, а вот с этим конусником уже начинаются проблемы. Я каким-то чудом прозрал газонокосилку, я не успел его взорвать. Ну ладно, сейчас осталось как-то пережить финальную волну зомби. Каким образом, я не знаю. Я решил то, что ничего не будут делать, они сами стопают суициднуться в газонокосилку. О, ачивочка и бесполезное растение. В уровне 4 нам уже стелли дополнительные коврики, у нас открывается новая проблема. Еще больше зомби, еще больше проблем. Поэтому я решил. Также использую один горохострел, но в особых случаях два горохострела. Я решил поставить ГРХТ посередине, чтобы он защищал среднюю линию. Остальные линии я как-нибудь защищу вишней. Как видите, у меня это херово получается. И я только начал думать, что у меня все получается, тут я промахнулся вишней. Хотя, она бы и так не достала. И тут, откуда ни возьми, стойшил конусник выйти. У меня было два варианта. Либо каким-то образом защитить эти два ряда, либо просто газонокосилку. Логично, что я выбрал второе. Под конец я тоже потерял газонокосилку, но это уже из-за того, что их слишком дофига. У меня было все настолько ужасно, что мне пришлось использовать второй горохострел. Ну и это мне не помогло, я все равно проиграл. Не успел начать, уже минус газонокосилка. Не поверьте, но через некоторое время я еще одну газонокосилку просрал. И еще одну. Ну и в конце еще одну. И вот так я остался с одной газонокосилкой. Получилось сейчас лопату. На этот уровень мы вообще скипаем без вопросов. Наконец-то нам попалось новое нужное растение. Ура, победа! Пойду, пойду. Внимание, вот вы видите начало, а вот вы видите конец уровня. Вот это волшебство. Но поверьте, я прошел у вас первые попытки и честно. Седьмой уровень и пока что у меня более чем хорошо. Мины успеют перезаряжаться. Вишни вообще пока что не использую. Эта сказка длилась у ровного счета до первой волны. В итоге сейчас у меня все пошло наперекосяк. Я уже потерял первую газонокосилку. Хотел сделать план под названием Подорвать всех нафиг. Но как думаете, что у меня вышло? Нифига! Взорвался только один зомби. Ну как обычно, у меня везение. Но прекрасный план Подорвать всех нафиг официально сработал. Раз, минус. Два, минус. Так я выжил с двумя газонокосилками. И наконец-то есть еще нужное растение. Знаете, вроде бы ничего не предвещало беды. Но я решил поставить подсолнух в самом начале. Знаете, вот восьмой уровень. Но почему-то девятый и десятый уровень перестал записываться. Ну, сразу говорю, десятый уровень я прошел только со второй попытки. Так. Что? Я не выживу без грибов? Да иди ты! Первый уровень ночи. Пока что только единственная проблема. Я не могу нормально развить свою структуру, чтобы мне давали солнышки. Думал, этот уровень пройду без потерь. Ну да, ну да. Мечтай. Итак, что же мы имеем? У меня только три чомпера и тут зомби вылазит из могилы. Что я сделаю? Правильно. Подорву всех. Плюс достижения. Поставил мину, чтобы подорвала зомби. Но в мину, походу, решила то, что я это нафиг не нужно и решила сидеть дальше в земле. Итог. Какой? Правильно. Я потерял газонокосилку. Первая волна зомби и я более-менее нормально развился. Давайте поиграем в игру «Найдите лишнее». Что здесь лишнее? Неправильно. Не гриб. А вот эти мудаки, которые идут на мой дом. Вижу этот момент, ведь тебя в любом случае заставят купить эту бесполезную мини-игру. Покупаем седьмой слот и идём проходить третий уровень. В третьем уровне ничего интересного не было. Всё очень легко. Пока что самое интересное в этом уровне это то, что здесь две волны и целых три могилы в одном ряду. Потом у меня появилась мини-проблема, с которой я разобрался с помощью чомпера. Ещё одна мина решила то, что ей нафиг не нужно вылазить из земли. Первая волна зомби. Я понял то, что какие-то уровни стали скучными и неинтересными, поэтому давайте просто мельком буду показывать каждый уровень. Мини-игра. Здесь я решил не использовать могилы и просто кликать как сумасшедший. Самое интересное здесь то, что шесть могил на одной линии стоят и всё. Всё остальное вообще скучное. В той уровне здесь появляется футболист. Думаете, он мне доставит проблем? Нет, он мне только немного семицы испортил. Так я и прошёл этот уровень. Седьмой уровень и тут две проблемы, которые не являются проблемой. И тут я впервые за весь челлендж использовал гипногрипп. Вообще, это спорная штука, всё-таки он моментального воздействия, но он как бы не убивает, а делает зомби за нас. Я не знаю, считается это или нет. Вообще, тут единственной проблемой являются могилы, ведь их здесь очень много, но могилаеда мне нельзя пользоваться. Финальная волна зомби, и я легко прошёл этот уровень. Вроде бы всё легко, но тут решил выйти танцор и всё испортить. А музыка у них походу и задница играет. Вот из-за танцора я потерял первую газонокосилку, а затем и вторую газонокосилку. Что тут интересного? Да так, ничего, я просто под конец из-за танцора же опять просрал сразу все газонокосилки, которые у меня были. Я думал, девятый уровень будет посложнее. На этом уровне была только одна маленькая проблема. На самом верхнем в рюкзору три могилы, из-за этого мало места, чтобы расставить растение. Вообще, не было сложно. Но этот уровень лучше пройду как обычно здесь дают мало саппортов. Еху, мы дошли до бассейна. Походу не только мина, но и Дэйв решил забить и не приходить ко мне и не объяснять то, что зомби решили напасть на наш задний двор. Я тут сидел и бесконечность жизни ждал, пока он придет. Но Дэйв положил на меня огромный болт. Пришел все-таки да неужели? Первый левел бассейна ничем не интересный. Еще одно достижение. Я не ожидал, что на втором уровне бассейна будут такие вот противники. И тут мне в голову пришла отличная идея усложнить себе жизнь. Я решил не использовать мину, а только кабачок. Я решил, что я буду выкапывать чемперов только на суше, а на воде нет. Ставим ной горохострел. Вот мы прошли этот уровень. И у нас новый противник это водолаз. В принципе, что логично, надо было поставить подсунок самое начало. Рестарт. Ну хотя бы на этот раз уже все нормально. Здесь интересно одно, то что когда водолаз вылазит, два чемпера одновременно его пытаются съесть, но в итоге выигрывает задний. Почему не знаю, хотя передний намного ближе. пятый левел и у нас вот такие вот противники. Я только сейчас заметил то, что здесь три волны. Вот сейчас будет интересно. Волна зомби и она довольно легкая. Ты под воду. Ну все, дальше проблем нету. Неожиданно, но я промахнулся кабачком и поставил не на тот ряд. Пришлось убить чемпером. Вторая волна зомби и уже они пытаются у меня давить количество. Пытаются. и у них довольно таки так неплохо получается. Они уже так хорошенько пробираются. Финальная волна и тут писец полный творится. Тут не слишком ли много зомби вылезло из воды? во-первых. Во-вторых не много ли вас идет? Опа бегом сейчас получим тысяча монеток. Еее косая полетела. Сейчас купим восьмой слот. Не знаю зачем но пускай будет. Кто там? я вообще не вижу кто там находится. Эта мини игра сложная если пользоваться только саппорт. Футболист уже почти добежал до моих газонокосилок. Но все минус первая газонокосилка. Жесть. Посмотрите сколько тут тараканов этих понабегало. Как мне с ними справляться? Я лишился всех газонокосилок. Я не знаю как мне выживать. Давай взрывайся. Ой я надеюсь мало не пойдет. Ну да на что я надеюсь конечно. Не ну все это придется второй раз приигрывать это. И вот мне уже этот дурацкий конвейер дал вишню и этот водолаз успел пробраться в мой дом. Нет ну этот футболист вообще издевается я из-за него опять же при первой волне теряю одну газонокосилку. у меня короче появилась одна тактика которая не сработала. Я наконец прошел этот уровень со второй попытки. забираем перчик и идем дальше. Видим зомбони устраняем зомбони. Эх минус газонокосилка. У меня проблема здесь слишком дофига зомби. Как мне с ними справляться? Сейчас все зависит от везения успеет ли перезарядиться или нет. Мне надо два солнышка. Пожалуйста два солнышка. Умоляю вас. И все. Я вас больше ни о чем не прошу. Еще одну кувшинку. Теперь три солнышка. Все. Есть 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 на это уже все посрать. Пускай газонокосилка потеряется. Это уже не газонокосилка а водокосилка. Зомби на дельфины вообще сейчас никого проблем не доставит. Просто ставь водоросли и все. Мы проходим восьмой уровень и получаем стены орех высокий. Ну я и в обычном прохождении даже ни разу не ползался. Вроде бы. В девятом уровне я решил не усложнять себе задачу и просто уже оставлять чин-чомперы. Я даже кстати не помню зачем я оставил самый первый ряд. Пустым. Как зомби не пытались сдавить меня количеством у них к сожалению вообще ничего не выходило. Я их спокойно разносил и все. Получена записка и идем на финальный уровень. Десятый уровень я тоже решил пройти как обычно. Все таки хочется посмотреть на месиво. Посмотреть на вот такое месиво. Сейчас мне игра немного подлагивает. Капец столько зомби идет. Алматик забираем монеточки тоже надо собрать. Сам еще один горохострел. Костюр ставим для симметрии. Вот этот вкапаем. Ну все мы уже совсем разобрались. я перешел сразу нагреть и вид на первом и на втором ничего не было интересно а вот здесь интересно кактус нам нельзя использовать против зомби на шарике ну и блогера у нас нету чтобы от него избавиться поэтому можем в принципе его подорвать вишней знаете этот зомби на красной шарике решил полететь тогда когда у меня с нижним рядом все ужасно ладно придется потерять одну казанную косилку надо сейчас накопить на вишню ну или нагреть судьбы бабах и его нет все пепель остался воздух и в итоге исчез просто в никуда ловер тоже самое противоречие как и гипногриб ну давайте можно бутыл его использовать он все таки одноразовое растение и так я получил така значит я получу еще одну тысячу рублей зачем они я вообще не знаю но пускай будет так я забрал свои тысячи рублей я не знаю что мне на нее покупать может быть куплю улучшение на новой игре хостел потом но сейчас я лучше граблю куплю еще одна мини игра вазобой здесь не используют только кабачки потому что здесь и так очень легко я решил сразу выкапывать семена потому что они очень мешают когда я ставлю кабачки тут у меня футболист да вот я убил двух зомби но остался то один а расстрел я не могу использовать поэтому давайте мы вместе с вами подождем пока он дойдет до газонной косилки неужто я наконец-то дождался давай наконец-то следующий этап я решил использовать гипногрибы и вот вроде бы танцор вот мне вот-вот помешает но наткнулся своей безможной головой прямо ограбли и оставшись только с двумя газонокосилками я прошел эту мини-игру и на этом уровне я решил использовать самую девушку тактику которую я только мог придумать почему я стал самый первый ряд вообще пустым для копателя но я об этом потом пожалею сильно вот вылез шахтер но он получил лещат кабачка в конце чемпер решил отведать вкусные картошечки в этот раз я понял что это тактика то и решил проходить как обычно стоп я надеюсь вы не подумали то что я имею ввиду просто так а не с челленджем я с челленджем я имею ввиду без этой тактики не походу в тот момент меня жизнь ничему не учила и я зачем-то опять начал играть с этой тактикой вот почему я решил рестартнуться что неудивительно я уже потерял одну газонокосилку ну нет там же только грибы вырос не мудак ты 2.0 в этот момент я уже думал рестартнуться что ли потому что уже идет волна зомби а у меня все фигово но в один момент я все-таки передумал и продолжил дальше играть так до последнего давай вылазь давай ой спасибо что на этот раз ты решила вылезти все-таки я под конец смог нормально развиться и теперь у меня есть какие-никакие чемперы вот это вот прыгучее чмо мне и доставит дофига проблем о слышите прыгает вон он вон я его вижу так у меня денег нет мне на вишню осталось чуть-чуть давать пожалуйста нет пожалуйста есть я почти чуть не решился на газонокосилке тварь на бутылке блин попрыгай не на этой штуке снизу съели мой ряд грибочков но я спокойно его просто подорвал вишню я на этого мину поставил по-моему вы мне не тех зомби даете которым не нужны сейчас самое сочное пытался этого прыгуна подорвать но он не смог подорваться я его замедлил мне надо было срочно подождать пока вишня перезарядиться ну и кабачок я надеюсь что кабачок сможет сработать и он его раздавит да он смог все кайф я получил записку ну и по-моему показывать 10 уровень нету смысла 1 уровень и у нас новый зомби это тарзан но мне он особый проблем никогда не доставлял поэтому просто берем растение по фану и все впервые за всю игру я решил высаживать двойные подсолнухи ведь я хотел получить достижение посадить 10 двойных подсолнухов зомби тарзан пытался утащить горшок но кабачок показал скалу и раздавил этого зомби я прошел уровень но я решил то что я высажу 10 двойных подсолнухов чтобы получить достижение и потом уже дальше пойду проходить ну все остался один двойной подсолнух давайте его посадим позанимаемся всякой фигней и идем дальше я прошел второй уровень и я так нормально накопил солнышки целых 6425 было в третьем уровне нас уже лишили двух рядов горшков поэтому приходится самому выставлять не было такая тактика 3 ряда подсолнуха 2 ряда чопперов и 1 свободная линия для кабачков или же для перцев так блин тарзаны как обычно жизнь портят здесь игра прям намекает возьми ты кофейное зерно и возьми магнит но я твердо сказал игре пошла ты в баню я пройду обычным образом то есть челленджем так сейчас волна зомби что я только сейчас посмотрел на индикатор зомби там целых 3 волны бога зомби спокойно прыгал себе но вдруг у него подорвался пукан вот вышли два зомбопога ладно с ними легко разобраться для этого есть кабачок и перец но что произошло правильно еще два пога зомби решили выйти и я с ними и я с ними не смог справиться итак у нас тут мини игра с чомперами тыкву мне нельзя использовать а вот горшки вишни и чомпер можно толпа слишком большая я с ними не смогу справиться скорее всего я потеряю сразу две или три газонокосилки ведь мне не дают нужных растений все таки чомперы как-то кривовато сидят в своих горшках если честно вон подсолки нормально стоят вот тоже кабачок если его поставить он будет стоять нормально ромашка получена идем на восьмой уровень то ли уже на девятый я не помню и вот он гагантюа и вроде бы он мне должен доставить проблемы но опять же нет и еще раз нет и даже на финальной волне мне никаких проблем не доставил этот гагантюа девятый уровень и тут собрались все мутаки мира которых я только мог встретить и так вот она первая волна зомби тарзан уже был задавлен а идут здесь только обычные зомби но это только первая волна давайте перейдем уже ко второй вторая волна зомби я удивился потому что кабачок не смотрит назад там где находится этот тарзан в итоге он утащил мой двойной подсолнух но так никаких проблем у меня не было финальная волна и это месиво которое вы должны увидеть тут гигантюа которого я уже почти убил ставим кабачок и он убивает его зомби с лестницы не беда и вот этот который стреляет тоже не проблема зомби с ведром тоже не проблема короче я с ними сейчас со всеми справлюсь легко тут написано какой-то неразбучивый почерска есть у врачей но идем проходить босса Дэйв если честно ты меня уже задавал поэтому давай пока то Продолжение следует... 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 Продолжение следует...